Республиканские партии Вот одно маленькое крыло, о котором сейчас Джон Херкс в нашем эфире как раз говорил, о том, что они всячески пытались не допустить это. Как удалось их убедить? Точнее, их-то не всех удалось, они проголосовали против все равно. Но как удалось набрать достаточное количество голосов в республиканской партии, чтобы все-таки прошел законопроект о помощи Украине? Ну, здесь две причины. Первая – это решимость самого спикера. Я не сомневался, что он будет человечным, порядочным и, в конце концов, американцем. То, что произошло, это и есть Америка. Так должно быть. Иначе это не была бы страна, которая возглавляет цивилизованный мир. И мы с вами выбрали эту страну как страну Олимп. Знаете, демократии и свободы. Именно так поступил Джонсон. Другая причина, не менее важная, которую очень хорошо отметил самый наш гость Джон Херпс. Джон Херпс, да. Он, например, подчеркнул роль Трампа. Это очень важно. Это очень важно. Хотя средства массовой информации мало говорят об этом, а роль Трампа была значима. Я имею ряд информаций инсайдеров, где Трамп четко сказал, что он поддерживает Украину. И он бы больше поддерживал Украину, чем это делал Байден. Вот эти две причины очень важные. А что касается вот этого противостояния внутренней американской партии, конечно, у нас кризис. В этом нет никакого сомнения. Я рад тому, что вот эти ведущие конгрессмены, Тримайка, Майк МакКол, лидер комитета по иностранным делам, Майк Торрен, комитет по разведке, и Майк Роджерс, комитет по вооружениям, они осудили вот эту отмороженную Мейджор Грин. Очень осудили. Более того, там, как Херд правильно сказал, их насчитывается меньше 10 человек. И сегодня, между прочим, на CNN, выступая Майк Торрен, четко сказал, что у нас есть группа республиканцев, которые под влиянием путинской пропаганды. И другая новость есть, которую вы, наверное, еще не знаете. Началось расследование их финансовой деятельности, их избирательной кампании. И есть уже зацепки за то, чтобы обнародовать это, чтобы их избиратели знали, за кого они голосуют. Другими словами, у нас подлежат реформы, очень серьезные реформы. Борис, да, это отдельная тема для разговора. Мы сейчас все-таки хотели бы вернуться непосредственно к утвержденному законопроекту. И Юрий, не могу у вас не спросить, что все-таки помогло принять этот законопроект, чья роль была в данном случае значима, действительно ли Дональд Трамп повлиял на республиканцев, что все-таки оказалось ключевым, на ваш взгляд? Я думаю, что... Спасибо за приглашение. Я думаю, что сегодня, вчера исторический день, сейчас у нас исторический момент в Конгрессе, потому что мы видим, что и республиканцы, и демократы могут работать вместе против вот этих людей, зараженных кремлевской пропагандой, также нам известных как мага-трампистов, потому что это одно и то же. И мы увидели, что, несмотря на то, что 112 большинство республиканской партии поддерживают политику не дать помощь Украине, включая Викторию Спарс, что, мне кажется, достаточно позорным моментом и важной притчей о политике в Соединенных Штатах, тем не менее давление на Джонсона, все то, что сделали те люди, которые звонили конгрессменам, все те, кто связались, провели протесты, в общем, повлияли на эту ситуацию, давление дошло до того, что Джонсон понял, что либо ему надо будет это поставить на голосование, и тогда нужно будет вот сейчас сражаться с Марджери Тейлор Гринами, которые будут его покусывать, но, видимо, его Трамп сам не будет его сносить, либо ему нужно будет потерять свою работу, либо ему нужно бросить Украину и быть ответственным. А Джонсон не хочет быть следующим Чимберленом, чтобы говорили, вот смотрите, забудем про Чимберлена, вот Джонсон. И тут важно отметить, потому что я думал, сколько времени пройдет, пока трамписты скажут, это заслуга Трампа, что Украина получила помощь. Ну, секунды не прошло, казалось бы, когда уже остыло это тело, потому что мы видим, что все это, это нужно, понимаете, это говорит о людях, которые готовы поголосовать за Трампа, что они согласны в это поверить. Потому что это человек, который нашел 112 людей, которые проголосовали против, это и есть трамписты, это те, кто его боятся, те, кто хотят перед ним выслужиться, это люди, которым нужно было заголовок в газете «Нет московской Марджери». Это же и есть трамповское путинское крыло. Поэтому говорить, что он каким-то образом помог здесь, да это его нужно было победить. И он проиграл этот гигантский проигрыш Трампа и путинского крыла. То есть вы считаете это голосование поражением Трампа. Хорошо, Юрий, вопрос такой, еще немного аспект. Не было ли изначально ошибкой демократов еще в Сенате, когда объединили все эти законопроекты в один Украине, Израилю и Тайваню помощи? Не было ли это ошибкой? Потому что все-таки в итоге сейчас все проголосовали по отдельности. Я думаю, что это не была ошибкой, потому что то, что проголосовали по отдельности, должно войти в то, что уже сделал Сенат. Поэтому, например, то, что сейчас дается заем Украине, на самом деле таковым не является, потому что он должен войти в закон Сената, который говорит, все безвозмездно. Поэтому, значит, там придумывают какие-то цифры, чтобы потом все это списать на нет. Поэтому очень важно, когда говорили, что, знаете, всякие Джей Ди Вэнс, говорят, даже не нужно помогать, даже не нужно пытаться. Майк Джонсон говорил, не надо нам этого законопроекта. Очень важно то, что был законопроект в Сенате, потому что теперь под это подстроилась палата представителей. Очень это было важно, извините. Понятно. Вот непосредственно к Борису. Борис, вот Юрий считает, что все-таки для Трампа это поражение. На ваш взгляд, как, в принципе, это решение, и явно оно повысит котировки и Джо Байдена, все-таки, с учетом того, что действующий президент США, помощь была одобрена при нем. Он же подпишет непосредственно эту помощь. Как в данном случае? Какая тактика у республиканцев? Вы знаете, ребята, на мой взгляд, эта сумма, выделяемая Украине и Израилю, это не панацея от решения всех наших проблем. По отношению к Украине я бы выделил другое. Это стратегия. По сей день у Байдена была стратегия, Америка будет помогать Украине настолько, насколько мы можем. Вот так говорил Байден. И это тянется бесконечно. Сегодня обыватель задает вопрос этим же законодателям. Сколько можно помогать Украине? Где конец? И каким он должен быть? Так вот, ребята, я хочу обратить ваше внимание на одну очень важную деталь, которая является фундаментом вот этого предложения, которое было согласовано, подписано и передано в Сенат. Это стратегия, основанная на плане победы Украины, разработанной тремя майками. Майком Макколом, Майком Роджерсом и Майком Торнером, которые являются председателями трех комитетов, выше мной названных, и опубликованы и обнароданы еще 8 января этого года. Там четко по полочкам расписано, что стратегией Америки должна быть помощь Украины до полной ее победы, а не настолько, насколько мы можем. Следовательно, если такая стратегия, то и помощь должна быть другой. Помощь должна быть оборудованием атакующего характера. И не случайно в этих предложениях есть поставки атакамусов радиусом действия 300 и более километров. Это не случайно. Поэтому сегодня меняется качество помощи, что явится решающим в победе Украины. Поэтому и другая хорошая новость – отчетность. Байден будет обязан докладывать в Конгрессе по каждому этапу реализации тех планов, которые заложены фундаментально с оказанием этой помощи. Вот эти два очень важных момента. Поэтому другая очень важная вещь, которая у Юры преджитес, так называемая, знаете, в английском языке, такая предвзятость к этому Трампу. Я не считаю, что Трамп победит, поверьте. Да, я одно хочу сказать. Да, Трампа заслуга в том, что идея кредита – это была его. Почему он это предложил? Он бросил кость вот в этим вот отмороженным там нескольким республиканцам, чтобы они восприняли кредит как небесплатно. Хотя этот кредит бессрочный, беспроцентный. Да, понимаете, другими словами… Я хотел бы дать Юрию ответить, поскольку вы его обвинили в предвзятости. Вот, собственно, Юрий, ваше мнение, соответственно, по поводу того, кому вот эта заслуга в данном случае принадлежит с точки зрения займа и так далее? Моя предвзятость к закону и порядку, поэтому я с таким удовольствием наблюдаю, как Трамп сейчас сидит на скамье подсудимых. И это очень важно, хотя непонятно, почему он там спит в суде. То ли у него забрали таблетки, то ли дали таблетки, то ли решили заморозить. Но, тем не менее, качество помощи, которое сейчас обсуждает Борис и план, все это, в конце концов, будет то, что у нас либо администрация Байдена, в которой будут те люди, которые были до сих пор, которые будут проводить помощь, как они считают это нужно, проводить помощь Украине, мы можем с ними спорить. Но при этом понимать, что Трамп это не решение. Трамп это просто агент Путина, который хочет, чтобы Украина отдала Путину Крым и Донбасс и не вступала в НАТО. И Трамп гарантирует, будет гарантировать это и будет надеяться за это получить потом Нобелевскую премию мира. Поэтому Трамп это абсолютно не решение. А то, что на Байдена нужно продолжать давить, он хочет, чтобы на него давили. И он хочет, чтобы был консенсус, который он мог потом показать, что вот все этого хотят. Такой он лидер, он строит коалиции, он привел всех союзников, которые помогают Украине последние два года. Невероятный президент такого. Я не знаю, ему не нужна Нобелевская премия мира на самом деле. Результат того, что происходит у нас налицо и следующие качественные перемены помощи наступят после выборов, потому что тогда у демократов будет палата представителей. Это случай победы Байдена. Юрий, я сейчас буквально, поскольку у нас, к сожалению, не так много времени, вот мы только что видели как раз кадры голосования. И в очередной раз напомню, что республиканцев все-таки проголосовало больше против поддержки, против этого законопроекта. И в завершении, поэтому еще один короткий вопрос Борису. Борис, вот с учетом этого, вы уверены в том, что действительно Трамп в случае прихода к власти поможет Украине, а не наоборот? Если мы видим, что даже большинство республиканцев все же голосует против поддержки Украины. Ну, здесь два аспекта. Первый. Мало шансов, что Трамп выиграет. Очень мало. Почему? Потому что он пока побеждает только в родной партии на 75%. За пределами партии в национальном масштабе, к примеру, он побеждает в колеблющихся штатах из шести, к примеру, только в четырех. И то в пределах погрешности. В двух остальных он проигрывает, тоже в пределах погрешности. Таким образом, нет гарантии, что он победит. В этом отношении мы лоббируем с тем, чтобы он вице-президент взял Ники Хели, который имеет огромную поддержку и дополнительно к этим 20% республиканцев и имеет поддержку со стороны независимых и женщин. Вот это очень важно. Это было бы большим шансом его победить. В противном случае он не выиграет. Это мое убеждение. Спасибо за ваше мнение. Борис Пинкус, республиканец и демократ Юрий Рашкин были гостями специального выпуска программы «Голоса Америки», программы «Дистанция», «Дискуссия ВВВ». Простите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова